Короче, пипец! Примерно 5 часов вечера вдоль 158 дома на улице Свердлова несутся грязные реки. Березняковцы активно снимают видео на телефон, фотографируют, строчат гневные обсуждения в интернете. И никто абсолютно не звонит в БВК. О том, что на квартальном водопроводе случился крупный порыв, коммунальщики узнали только когда заметили, что давление в трубах упало. Место аварии уже искали вместе с ЕДДС. Вот эта воронка 2 на 1,5 метра как раз и есть место аварии. По словам очевидцев, сначала здесь бил один маленький фонтанчик, а спустя несколько минут здесь уже текла огромная река. Да какой рычеек там лилось от души? Так я на протезах. Идой потихоньку. Так может вам. Оно как полилось, и пес. Я встал, и мне потом помогли, и я вот так прошел. Этот мужчина рассказывает уже из окна своего дома. Он наблюдал, как приехала аварийка, перекрыла воду и уехала, оставив после себя глубокий открытый колодец. К тому времени стало известно. Масштабы аварии серьезные. 20 многоквартирных домов и 24-й детский сад остались без воды. Примерно к 8 вечерах на колюцу начали подъезжать водовозки. Я говорю, издевательство. Вы далеко? Откуда вы пришли? Откуда? Я в очереди стояла у 116-го дома. А мы к этому больше идем. Мне не хватило воды. Это нескончаемая очередь. Караулила водовозку уже на Мира-92, ближе к полуночи. В то же время здесь вовсю работали коммунальщики. Давай ключи сразу. Какие тебе ключи? 24 и пол. На наших глазах специалисты водоснабжающей компании пытались подать воду в дома. В этот раз, говорят коммунальщики, скорее всего обойдутся без раскопок. Аварийный участок трубопровода выведут из эксплуатации, поставив на нем задвижки и запустив воду в дома в обход. Сейчас до этого провели релизию запорной моторы, провели везде все полностью. Сейчас вот здесь вот действительно задвижка осталась, ее отрелизируем. Я думаю, часам 12, по первому воду дадим. Скажите, пожалуйста, что изначально произошло? Произошло, так, поломало трубопровод чугунный диаметр до 200, и был поток большой. Почему его поломало? Ну, я думаю, из-за просадки грунта, из-за чего еще может быть. Может, где-то там проехало как-то тяжеловес, но там глубина, там, залегание этой трубы до 4 метров идет. То есть она очень глубоко? Очень глубоко. А как ее так? Просадка грунта может быть, только одно. К этой минуте стало известно, что практически все дома к водоснабжению подключены. Кроме двух и первого корпуса 24-го детского сада. Завтра он работать не будет. Полностью восстановить водоснабжение коммунальщики обещают к утру пятницы. Вера Андреева, Сергей Коленик. Новости Верхниками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова